Смотри, Максим, когда батюшка к нам обратился, мы вот это вот все собрали, поставили вот такую временную, чтобы она гонялась. Здесь стояла старая печь, вон она разобранная при входе, то есть мы ее разломали, выкинули. И нам поставили задачу обогреть 300 квадратов вот это все помещение. Все здание? Да, первый и второй этаж, да. То есть мы вот такое запустили, ЗОП вот сюда собрали, ну и все, вот это вот тепло пошло. Ну а что получается, вот это, само это с печи тут тоже тепла будет много, да? Да, много-много, да. Его бы куда-нибудь направить, а? Его бы направить, для этого помещение в бане, наверное, получится. Нет, смотри, она же получается, Максимка кочегарка, да, по всем снипам, по всем нормам для котельной хватает 15 квадратных метров, ну, допустим, помещение. То есть я здесь зашел, замерили все, посмотрели здесь, ну, квадрата 125. Да, даже поболее, то есть полы здесь все свистят, здесь будут делать ремонт. То есть мы здесь сделали еще с Димой, вот тут вот, все сгнило было в плесени. То есть пришлось нам вон там забетонировать вот это, видишь, там была щель здесь, все промерзало, печь разрушилась от этого, мы все это сломали. Ну, вот вот такую печку мы спроектировали, я дома ее рисовал, чтобы сделать ее такую побольше. Печь под уголь? Угольная будет. Да, уголь, дрова, но в основном дрова у них, потому что есть дрова, есть. Здесь стопление это живое? Да, он будет вот такой достаточно большой. То есть котел будет выше, топиться снизу будет или прямо там внутри? И здесь будет, и здесь будет под сводом. Здесь будет свод, факел будет нырять сюда, сюда, вправо, влево, и два подъемных. Это ударный канал, здесь будет растопочный ход, здесь труба будет идти. Вот тут старая печи, да? Да, 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 да. Та же она кирпичная была? Она была кирпичная, да, ужас. Да, то есть, ну, мы рассчитали по теплоемкости этот котел, то есть, ну и опять же, зная, что здесь топить будет батюшка и еще, как сказать, придворные, да, те, кто не умеет этим заниматься. То есть, изначально я хотел топку размахать, вот он думал, наверное, не надо, потому что, ну, люди маленько, как сказать, далеки от этого. Я решил это маленько минимизировать. Думаю, этого будет достаточно, когда, потому что батюшка сказал, что будет эстопник, но так как он живет за стенкой, мы ему там ремонт делали, он говорит, ну, сейчас ребята тут будут, у него есть рабочие, которые за этим будут следить, то есть, батюшка все время же на службах и в школах детских. На самом деле, он, ну, большой такой молодец, надо отдать должное ему, то есть, он храм восстанавливает, это раз потом открыл школу для ребятишек и не одну. Ну, плюс, где наш ледовый дворец находится, вот этот новый, там же тоже рядом с ним циркушка есть, он тоже следит, он там как глава. И плюс он создал несколько хоккейных команд детских, то есть, они там, ему предоставляются площадки, то есть, я как бы, вот мы были на нескольких этих, ну, просто ради интереса, на самом деле. Ну, и то, что касается самого храма и той церкви, батюшка, мы потом пройдем, я покажу, то есть, там очень много разрушенных элементов, да, то есть, которые он попросил, где-то можно восстановить. То есть, это как-то чанок? Да, да, да. На самом деле, он уже не знал, что это элементы, было со своей за штукатуриной. За штукатуриной. Алексей уже как-то вырос, это же как-то элемент. Я расколупал там ноги. Да, они, вот они еще, да. И по фотографиям, он мне попросил, а ты можешь сделать несколько элементов, ну, и я в тот штучек вытащил, короче, на объект. Как показывает история, что его вроде как с сердцом еще закатывали, а потом запекали. Ну, да, и эту корочку закалывал, получали на радиусе, там, на спине. Да, да, да. А сейчас это мы же снимаем. Ну, сейчас, если он с вами идет, то есть, непонятно, главное, потом пропитать, чтобы вот... Не, это будет, конечно, все пропитано, это все будет продуманно. Плюс можно также договориться с Андрюшей, с Любченко, там, даже вместе с ним поучаствовать в том плане, то что я набирал царский кирпич, делал с него печки. Из такого же кирпича? Из такого же кирпича, конечно. Блин, я считаю, что это вообще, ну, такая золотая середина, чтобы помочь восстановить храм. Ну, здесь такого места, то есть, как бы, люди здесь, ну, здесь, да, ну, воспитание маленько другое, все дружелюбные. Я тоже захожу на службу постоянно, мы заходим там, то есть, работаем здесь, служба началась, ну, пошли-зашли. То есть, ну, и батюшка попросил, говорит, можете, он приезжал ко мне домой раза два или три, он говорит, можете мне вот печь сделать, говорит, вот надо. Почему она, эта печень, нужна еще для того, что, если вдруг не будет света, и, да, а служба-то она идет и зимой, и летом, ну, то есть, летом, ладно, а как ты зимой зайдешь туда, если весь вот этот, тот приход, он весь замерзнет. Вот это тепло бы еще самой печи как-то туда подать? Да, конечно, да, я об этом думал, то есть, когда... Может, вентиляционный и принудительно туда взглядел? Да, можно, это всего будет много. Здесь всего будет много. Здесь всего будет много. Здесь всего, да, ты представляешь, вот, Максим Николаевич, вы посмотрите сами, она, она просто 60, она по высоте, я объясню, конструктив, и она не будет высокой, допустим, вот, заканчивается топ, топливник, да, вот, где-то примерно на этом уровне, ну, грубо говоря, да, здесь все, я сделаю сбросовые каналы, вот они пойдут назад, два сюда. И два сюда, то есть, там будет ударный канал. Это будет два подъемных, я вот здесь закольцовываю и делаю дымосборник большой с рассечками, чтобы у меня тепло еще здесь сохранить. И потом это все в трубу туда отправлю. Меня вдохновило, что, то есть, батюшки тянутся дети, это вообще, на самом деле, это настолько клево, аж мурашки по телу бегут, почему, потому что я захожу в храм, стоят одни ребятишки, причем многие без родителей, вот такие вот стоят и молятся, да, то есть, для кого ты это делаешь, я не могу за это деньги брать. Ну, вот просто ребенок бежит, он на велике едет, раз в храм забежал, свечку поставил, я это видел неоднократно. То есть, это такое воспитание здесь, да, то есть, здесь люди, ну, гораздо выше, чем городские, я имею в виду даже интеллектуально, то есть, у них есть и душа, и сердце, да, я за это буду брать деньги. Нет, ну, я, знаешь, так внутренне чисто подумал, надо это сделать, ну, вот мы с Димой решили вот это сделать, чисто вот, ну, как бы наш подарок храму. Тоже это, как сказать, надо, надо, чтобы это было. Ну, если Бог тебе дал руки, ноги, голову, да, если ты там где-то ее не теряешь, зря что-то делаешь, почему бы не сделать для кого-то. Для нас же тоже кто-то когда-то старался что-то сделать, может, мы этого и не замечали, но на самом деле он вот так и есть. Расскажите о ребятах, как они относятся к работе, как вообще, ну, как вы, может, познакомились, как взаимодействуете? Ну, познакомились мы, можно сказать, типично для священника и человека верующего. Я просто приехал к Алексею помолиться, вот, начали общаться через такое вот, ну, духовное, да, действо. И потом я узнал, что Алексей Печник. Увидел, как они работают и попросил помочь нам сделать для нашего помещения печку. И вот в итоге сейчас вот мы видим, что, ну, ребята работают очень скрупулезно, очень ответственно. Каждый кирпичик моется, каждый кирпичик подгоняется под размер, то есть они с помощью болгарки, резцов все это как-то выводят, с помощью станков. В общем, ну, получается очень шикарно. Вы довольны? Я лично очень доволен, потому что, ну, я даже сказал бы, что вот наше вот такое помещение, оно не заслуживает такой печки качественной. То есть можно было бы просто, ну, сделать там, раз, два, три, четыре, там, как говорится, сляпать. Ну, главное, тепло, да и ладно. Но на самом деле сделано очень достойно. Даже то, что уже сейчас видно, видно-то, в общем-то, пока работают только на четверть, откровенно говоря. Даже меньше. Даже может меньше. Но вот, ну, я вижу отношения, отношения и вижу подход качественный, скрупулезный, такой, ну, я бы сказал, знаете, мы говорим печник от Бога, да, или работник от Бога, учитель от Бога. Вот эти ребята печники от Бога. Мы, можно сказать, до сих пор имеем, ну, некий контакт с тем прошлым, таким традиционным, основательным, без которого мы, ну, мы себя теряем. Теряем себя теряем как цивилизацию даже. Да, даже вот, ну, храм, да, сейчас восстанавливают. Да. Ну, так скажем, сейчас их сильно, да, и не строят, как посмотришь. Ну, строим, но строим, конечно, да, больше восстанавливают сейчас вот у нас, да. Да, вот раньше в каждом, как, ну, может, я ошибаюсь, конечно, деревня после чего становилась селом или поселком. Да, храм, да? Ну, да, храм, да, раньше так и было. То есть не по количеству, как сейчас, да, а есть храм, это село, нет храма, это деревня. Да, и вот сейчас ты посмотришь, ну, опять же, у нас не развивается, у нас как раз уезжают из деревень, перебираются в город, там, ближе к социуму. Больше, так скажем, восстанавливаем, но не строим. Вот, что надо для того, чтобы люди начали обратно переезжать в деревню, там, чтобы это развивалось как раз? Ну, я бы вот ответил на это так, понимаете, подход, вот как вот мы начали с того, что ребята делают, вот подход, он скорпулезный, даже где-то может быть долгий. Ну, зачем мыть кирпичи, зачем это все стругать, зачем, ну, бам-бам, сделали, деньги срубили, простите, простоту речи, да, и дальше пошли. Неделя делов. То есть, да, неделя делов, вот эта печка делается дольше, ну, учитывая, опять же, в силу занятости, кстати, надо отметить, они о себе это не скажут, они делают это безвозмездно. Да, они это делают как пожертвование, то есть, их работа, ну, материалы, понятно, мы находим там спонсоров, оплачиваем материал, да, вы идете нам навстречу, где-то там что-то ждете там и так далее, да, вот. Вот, а они-то делают это безвозмездно, да, то есть, не в погоне за длинным рублем, да, вот это первое, что я бы сказал, от чего нам желательно бы избавиться. Вот это погоня за скоротечностью, за длинным рублем, да, за прибылью. Лучше, конечно, жить, ну, как-то вот по-божески, как мы говорим, да, вот, возвращаясь к традициям, возвращаясь к тому прошлому, откуда мы ушли, да, сами зарабатываем, сами живем на земле, живем, ну, вот, допустим, взять вот этот храм, он сделан из кирпичей самоделанных, да, то есть, прямо рядышком кирпичный завод поставили и делали. Сколько? Храму уже больше 200 лет, 1812 год постройки, начало, 1845 год, конец, ну, то есть, вот, если со временем постройки... 30 лет и устроили. Да, ну, вот так вот, поэтому я бы, все-таки, вот этот подход бы, да, вот, возвращение в старину, не в смысле, как иногда нас критикуют в Средневековье, что там, как-то, ну, как на лошадке ездить, да, там, не знаю, совершенно не думая о том, какие есть технические новинки, да, то есть, нет, мы тоже употребляем все это спокойно, да, современные какие-то материалы композиционные или там еще какие-то, да, но при этом все-таки, вот, подход сам по себе, вот, как вот, мы говорим, надо обращаться с людьми по-человечески, я бы добавил больше, давайте обращаться друг с другом по-божески. Спасибо. Ну, да, если так коротко, совсем, а то я могу лекцию прочитать, так сказать. Можно мы еще туда... Вы поснимайте, посмотрите, да. Паленый горел, он как бы... Он горел, да. Здесь на этом месте, на этом месте стояла печь, такая клевая, ее сломали. Мы, да, 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 мы с Димой, давай, тут запускали камеры и в итоге мы нашли вот здесь по стенам и потуда идут дымоходы везде. То есть, да, 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 он заложенный, вот. Его видно влево, здесь, вот, топилась печка, да, мы запускали туда штанги, короче, 20 метров и с камерами, то есть. Она прогревала эти стены. То есть, она под окнами, по кругу, да, вот. Как-то я понятен. Они развиваются вот так вот, там внутри и пошли. То есть, мы здесь все столько долго времени провели. Вот здесь они сейчас... Трубы-то нету тут? Ну, сейчас нету. Сейчас нету заложен. Здесь же армакоис уже новый, вот видно даже. Да, видишь, залили. Теперь я еще хочу сказать, когда не было вот этой вот отделки, которая сейчас, да, то мы бы увидели колокольню. И вот как раз на этом своде сверху стояла еще одна печь. Еще одна печь. Колокольню отапливала. Да, и она еще по верху так, ну, мы с Димой тут все обходили, облазили. Настолько это было интересно, ну, на самом деле. Само печестроение, как раньше люди продумывали. Вот, вот где брус идет, вон там стояла печь большая, огромная еще, ну, то есть, вверх там отапливался. Вот здесь четко видно, вот Саша там, и так далее, и тому подобное. Здесь... Ну, ты в охоте видишь? Да, 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 здесь это, стояла печь. Ну, и как батюшка, он со старыми людьми тут разговаривал, говорит, раньше здесь, ну, и топили. Так получается, что земля вроде как ниже была, да, и у них с той стороны что-то было, они заходили, да. Вот, по этим посводам. Ну, сейчас, видишь, столько изменилось. Вот это вот здесь, тут разломали все, вот это новодел. То есть, это разрушено было. Не, ну, надо освещать, чтобы люди видели, кто-то может хочет, повышенную, не знает, куда. Это уже освещенную. Не имею в виду информационную. Да, информационную, да, это в обязательном порядке, потому что, ну, все равно, я не думаю, что все такие равнодушные. Материалы завезенные, теперь проблема с рабочими, то есть. План он показывал, то есть, у них уже все разрисовано, как что делать. Здесь не надо голову включать, здесь нужны только рабочие. То есть, проект уже создан? Все создан, да. Бери, доделают. Отец Максим попросил, то есть, вот эти вот элементы, да, то есть, они, когда реставраторы будут, чтобы я поработал с кирпичом, а те, кто уже отделочники, ну, красиво, да, чтобы это все сделать, вот эти элементы вытащить все. Проехали, и на объекте были, и вот сейчас в таком, так скажем, живописном месте, да, находимся? Да. У храма. Что можно сказать в итоге? Мужики молодцы, растут, развиваются, помогают, делают доброе дело. Я думаю, что это все воздастся им, и только, так скажем, будет, ну, с Божьей помощью, как сейчас уже, да, с батюшкой поговорили, будет все легко даваться, и будет, ну, только благо и здоровье не будет подводить. Да, это самое главное, чтобы начинать новые дела совместно. Ну, давайте, мужики, рад был. Спасибо. Рад был. Мухаеву. Большому дню. Максиму Николаевичу. Спасибо большое. Да, так что давайте только вперед развивать наше... Да, конечно, вечно. Вместе нам надо выйти на Иркутску вперед.